Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме, Олег Пекай и Александр Шунин вместе с вами. И сейчас мы поговорим в том числе и о летнем препровождении. Я понимаю, что Юрмала остается одним из самых популярных мест проведения выходных дней. Хотелось бы быть рабочих, если честно. Да, и работать. Да, а что, почему нет? Вышел с лаптопом на пляж и работаешь себе. Да, хотя бы даже что тебе мешает после работы, даже просто поймав маршрутку, отправиться куда-нибудь на побережье Юрмала? Тысяча причин. Лень, усталость, голод, отсутствие маршрутки в конце концов. Отговорки. Да, согласен. Еще одна отговорка. Но вот сегодня мы поговорим о Юрмале в неожиданном, может быть, аспекте, разрезе. Мы поговорим о еврейской общине Джурмала. И в нашей студии журналист, рабонит и сооснователь как раз еврейской общины Джурмала Зинаида Кутновский-Лиак. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег, Александр. Доброе утро. Зинаида, может быть, начнем все-таки с того, что вы, жена Равина, вот насколько, какие обязанности накладывает вот этот статус? Что выполняет, какие функции супруга? Ну, в первую очередь, оно выполняет те функции, которые она выбрала для себя выполнять по жизни. Да, не просто так вы меня представили, так постепенно, да, начали с журналиста и, значит, дошли потом уже до остальных моих обязанностей. То есть, в первую очередь, я сначала состоялась как профессионал, да, как специалист в области журналистики. И лишь потом, уже, да, получив и образование, и опыт, и создав карьеру, я встретила своего будущего мужа, который, кстати, на тот момент тоже еще не был в статусе Равина. Вот, но нас объединяла наша любовь к книге, к той самой книге, да, которую ставят во главе народа Израиля «Любовь к Торе». И у нас были общие ценности, и мы видели себя как еврейскую семью, и с этого мы начали. Муж продолжал изучать углубленно, специфически то, что было интересно ему, это иудаизм, это Тора, это не только религиозный иудаизм, но и иудаистика, да, как часть культуры, как часть традиций народа. Ну, собственно, я продолжала заниматься своей журналистской деятельностью, в том числе издательской, книжной деятельностью. Смотрите, мы встретились в Москве, да, я окончила факультет журналистики МГУ, и, собственно, моя карьера в основном была связана с Москвой, и на тот момент мой муж приехал в Москву для того, чтобы тоже обучать интересующихся людей, приблизиться к традиции, вот, Торе и иудаизму. И там мы встретились, ну, мы немножко из параллельных вселенных, немножко, да, немножко это я сейчас, наверное, уменьшила, да, наше расстояние между нами, потому что я вообще не имела отношения к традиции, я не выросла в религиозной семье, обычная такая постсоветская семья. Я занималась музыкальной журналистикой, мой профиль был шоу-бизнес, и, в общем-то, шансы наши встретиться не были слишком велики. Да, потому что это совершенно другая, вроде казалось бы, сфера. Абсолютно, да, да, да. Но в какой-то момент... Ну, не знаю, вы так противопоставляете, прям удивительно. Так, ну, а расскажите нам, где вы видите короткую дистанцию между этими двумя точками на карте. Ага, значит, смотрите, это может быть и короткая дистанция, и бесконечная дистанция, потому что объединяет музыку и учение духовность. Ну, скажите, вот шоу-бизнес и музыка, это тоже всё-таки несколько, ну, как бы отдельной вселенной, да, потому что это не всегда про музыку, это очень часто про какие-то другие процессы, да, про известность, про привлечение интереса. Да, и это не всегда создаётся за счёт хорошего какого-то музыкального, к сожалению, к счастью, ну, так и есть, это бизнес, да. А в бизнесе приходилось общаться именно вот, ну, с звёздами, звёздами, артистами, в основном. Артисты, да, да, я была главным редактором музыкального журнала, это была естественная рутина главного редактора, от составления плана на месяц до раздачи заданий штату, обложка, хедлайнер, съёмки. В том числе мы проводили различные концерты на больших площадках Москвы под эгидой журнала «Парк Горького», «Воробьёвы горы», «Дни города», да, то есть это была и такая работа организационная. В общем, это вот общение, да, вот с этим кругом бизнеса. Продюсеры. И вместе с тем всё-таки нашлись точки соприкосновения. Ну, они нашлись, потому что я пошла их искать, да, у меня было очень много вопросов и к себе, и к мирозданию, и, в общем, мне было как-то сложно найти на них ответы. И, ища в поиске, в процессе поиска, я ходила туда, ходила сюда, читала то, читала сё, и зашла в синагогу. Там я увидела книги на полке, я их набрала, естественно, как человек, который любит читать, вот, и отправилась к себе домой потихонечку их почитать. И чем больше я их читала, тем больше я понимала, что мне нравится всё, что написано, и интересно, и увлекает, и так меня затягивало, затягивало. И в итоге я уже вернулась обратно, там, со списком своих вопросов уточняющих, и с этого началось. Вот, но это было ещё задолго до встречи с моим мужем, я начала изучать, и ходила в синагогу, слушала лекции, мероприятия какие-то тоже проводились, связанные с праздниками, там, цикла года. И в какой-то момент, когда уже я осознала, что мне это настолько близко, что я вообще себя вижу в этом контексте с точки зрения построения отношений, и что я бы хотела, чтобы у меня была семья, вот, в рамках традиции, да, создана. И тогда уже как-то фокус вообще, как бы он сменился в сторону, значит, мне нужен спутник, который будет разделять мои ценности, мои интересы. И тогда уже я совсем, ну, то есть это действительно было такое, для меня это был такой переход в другую вообще реальность, в другое измерение. И мой супруг для меня человек, от которого я вообще не ожидала встретить в Москве, конечно, вот, и, ну, собственно, он и не там родился, но там пригодился. Ну, и в том числе и здесь, поскольку Кукурни-то все-таки... Да, 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 а потом еще началась вторая часть Морризонского балета, когда мы поняли, что мы хотим уехать из Москвы, это был 2018 год, и, собственно, ну, куда ехать, да, мы уехать, в Израиль ехать, да. И тут буквально вот в этот момент, когда мы принимаем решение, куда ехать, уже бывший главный раввин Москвы, Пинхас Гольшмидт, предлагает Шимону приехать в Юрмулу и взять на себя такую миссию о возобновлении еврейской жизни в городе, которая с 41-го года, да, со времен Второй мировой войны была приостановлена, да, к счастью, не уничтожена совсем, но, скажем так, серьезно пострадала. И, конечно, 80 лет истории Советского Союза, они тоже не несли в себе традиционную еврейскую жизнь, хотя евреи, конечно, присутствовали в Юрмуле весь этот период, вот, но с 2018 года мы начали отсчет этой вот новой традиционной жизни еврейской жизни. Что было за эти годы самым сложным в восстановлении всех этих традиций, корней? На самом деле вообще ничего не было сложного. Надо начать заново. Надо просто прийти, открыть двери людям, да, и при этом быть готовым и быть открытым к тому, что, ну, открыть двери людям без ожидания, что они должны заинтересоваться. Открыть двери в каком смысле? В физическом? То есть должна быть действующаяся на Бога? Случилась следующая история. Эммануил Гриншпун, есть такой большой почитатель Юрмала, и в том числе он бизнесмен, он проживает в Америке большую часть года, а летом он приезжает в Юрмалу, и это уже там длится 20 последних лет. Он еврей, и для него тоже была важна вот эта вот традиционная жизнь, ему здесь её не хватало. И в своём доме, в районе Булдуре, на первом этаже дома, часть крыла дома, он отдал под синагогу, и он построил её в память о своём отце. Вот это была давно у него такая идея. Отца звали Исраэль, и синагога называется Бейт Исраэль, что переводится с иврита как «дом Израиля», да, и здесь тоже есть такая некая игра слов. Вот, и он был в поиске раввина, то есть он предоставил нам помещение, и, собственно, дал нам зелёный свет, чтобы мы дальше уже делали свою работу так, как считаем нужным, по привлечению. Община, вот насколько она была большой? Её не было. То есть вот практически не было? Не было, нет. Была такая общинная жизнь для старшего поколения, порядка 60 сеньоров и сеньорит собирались раз в год, чтобы отметить какой-то из праздников. еврейского календаря, там, где-то в ресторане в Юрмале. Ну, собственно, всё, на этом жизнь заканчивалась еврейская традиционная, да, и молодёжь, дети, молодые семьи, они не имели такой возможности вообще прийти, открыть двери, заглянуть и прочувствовать, это близко им, не близко, интересно, нет вообще, да, то есть... А не было ли такого, что мы говорим вот тоже, как волны какие-то, летом больше людей? Безусловно, да. Юрмала – курортное место, и поэтому сезонная специфика, конечно, присутствует. Потом нам так повезло попасть на два года пандемии, в том числе, после нашего приезда, вот. А летом Юрмала превращается в невероятно гостеприимное место, куда приезжают не только рижане и рижские евреи, да, у которых есть свои там какие-то дачи или снимают что-то для того, чтобы дети на взморье провели лето. Но также к нам приезжают евреи со всей Европы, со всей Европы, и в том числе с Америки, и русскоговорящие, и нерусскоговорящие, поэтому это место сбора вообще огромного количества евреев со всего мира, вот. И это большой потенциал для развития, потому что на данный момент это люди, которые приезжают на праздники каких-то своих близких людей, которые их пригласили на традициональные, да, свадьба, там, хупа, или бармитсва, 12 лет девочке, батмитсва, 13 лет мальчику, да, когда это такое тоже инициация некая, такое ритуальное действие, которое, как бы, предназначено для того, чтобы объяснить уже подростку, что доля ответственности за его поступки уже лежит на нем, а не на родителях, да, то есть такая некий такой плавный переход начинается уже во взрослую жизнь, да, то, что психологи называют травмой взрослением, да, вот начинают переживать эту травму взросления через эту инициацию очень красивую со стороны своей там семьи, поддержки общины, и вот приезжают люди на какие-то эти вот торжества, празднества, в том числе, которые мы организуем у себя в синагоге, и все, конечно, в восторге, в восторге от Юрмалы, и те, кто помнит это еще по своему советскому весу, это место, конечно, оно для них одиозное, и те, кто вообще никогда никак не был связан с историей Советского Союза и пост, да, и всей этой истории, первый раз оказывается в Юрмале, у нас там вот в прошлом году была пара из Бруклина, которые вообще никак не связаны с русскоязычной средой, и они были в восторге, конечно, что они... Они в восторге от чего? Они в восторге от природы, они в восторге от климата, им очень здорово, что можно пройтись, есть такой огромный зеленый массив дюн, по которому можно гулять до бесконечности, им нравится, что здесь вкусные продукты, им нравится визуально, что они видят картинку сосны, море, чайки, да, вот им все точно. То есть Юрмала переживает, в том числе благодаря вам, вашей активности, какое-то перерождение, какое-то дополнительное... Мы надеемся, да, мы надеемся на это, что мы сможем повлиять в более масштабных уже размерах на эту тенденцию. А каким образом можно? Когда мы об этом думали, что мы можем сделать, чтобы привлечь Юрмалу еще больше людей в сезон, понятно, да, что у нас уже есть своя какая-то внесезонная рутина, состоящая из социальных проектов, из школ для детей, из регулярных служб в синагоге, и вдруг у нас потом происходит 3-4 месяца, бах, да, люди... Увеличивается потребность, и мы тогда уже дополнительно начинаем организовывать культурные мероприятия, лекции, какие-то выставки, чтобы жизнь вот этого, да, культурную жизнь как-то ее взбодрить. И мы поняли, что у нас есть в Юрмале оставшиеся, недоразрушенные, к счастью, два здания исторических синагог, которые функционировали, были полноценными синагогами до начала второй мировой. Майориев Дубл, да, если не ошибаюсь? Да, да, совершенно верно. Причем это майори такая точка... Мы поняли все обе восстановить. Ну, мы начинаем с одного места, которое для нас... нам кажется, что оно может стать не просто восстановлением исторического здания, а неким общинным центром, в том числе для того, чтобы мы смогли иметь пространство для проведения каких-то более больших мероприятий, да, вместительность людей там позволяет тоже нам это сделать, по тому скетчу, который мы уже нарисовали с помощью архитектора Юлии Подольской. Вот. И сначала это будет место в Майори. Оно также очень удобно расположено там в десяти минутах ходьбы от Йомос, да, от всех таких центральных значимых мест в городе. Вот. И мы начнем с этой синагоги. Средства за пожертвование, понимаю, скорее всего. Ну, конечно, мы будем искать, конечно, на тех, кого эта идея тронет, конечно, да, и в том числе как символ возрождения еврейской жизни, да, после Холокоста в городе, и в том числе как центр туризма. Есть такое понятие, как кошерный туризм. Это туризм для людей, которым важны традиции еврейские, поэтому они ищут места, в которых была бы предоставлена некая инфраструктура, да, начиная с синагоги, заканчивая кошерной едой, то есть должны быть раздельные кухни, мясная кухня отдельно, молочная кухня отдельно и так далее. И поскольку... Да, у нас есть в Риге кошерное кафе 740, и они являются нашим кеттерингом, да, то есть они на данный момент все мероприятия мы делаем благодаря существованию этого кафе, да. Невозможно не спросить. С одной стороны, это внутриобщинная история, а с другой стороны, это вполне реальная и конкретная помощь для развития города Юрмала. А со стороны Юрмальского муниципалитета какая-то поддержка оказывается? Они вообще знают о происходящем? Нет, ну, безусловно, они знают о происходящем. Бывший мэр города, когда было открытие синагоги в 2018 году, присутствовал на открытии. Когда мы делаем какие-то социальные мероприятия, лекции, я отправляю в Юрмальскую думу предложения какие-то о совместном сотрудничестве для нуждающихся семей, потому что часто это мероприятия, которые не ограничены, естественно, национальностью и религиозной принадлежностью. Может прийти любой человек там и услышать для себя, что полезно взять себе в жизнь и как-то улучшить свою жизнь. И там для нуждающихся семей, для многодетных родителей есть какие-то вещи, которые мы предлагаем совместно проводить с городом. Конкретно с этим проектом мы в город еще не приходили. Не так давно была проведена реституция, на самом деле, в Латвии, и все это было возвращено в собственность общины еврейских латвий. У нас буквально осталось пару минут, а хотелось все-таки про фильм, поскольку фильм, я понимаю, что это была тоже ваша инициатива. Ну да, вот вы говорите, что делает жена Равина. Вот жена Равина – журналист, и журналист что умеет делать? Умеет делать контент, есть проект, надо как-то презентовать. Как лучше рассказать о проекте? Ну, конечно, снять документальный фильм, да, и за 40 минут дать максимум и картинки, и рассказы какого-то исторического, да, контекста людей показать. Вот так мы пришли к идее, что нам нужно, конечно, презентовать и идею кошерного туризма, и восстановление исторического здания через документальное кино. Нам очень повезло, это случилось как раз, съемки они совпали, буквально это был март 2022 года, планировалось это все задолго до беды, да, и это был продакшн, который делает документальное кино для, делал документальное кино для телеканала «Культура». Они снимали сюжеты про европейские и американские музеи, они как раз были в процессе переговоров с Гугенхайм или с Метрополитен, я точно не помню, должны были лететь в Нью-Йорк. Их поездка отменилась, и у них появилось свободное время, и мы сказали, давайте используем это время для съемок нашего фильма. И вот, соответственно, ребята, этот продакшн, они сделали для нас очень профессиональное кино, мы дали его посмотреть Виталию Манскому, он сказал, что он был очень приятно образован тем, что он увидел. Так что мы приглашаем всех также прийти приятно образоваться на премьере нашего фильма, это будет 31 число, последнее воскресенье, июля, 5 часов вечера в отеле «Лилупе», в кинозале будет красная ковровая дорожка, мы такие миниканы в Юрмалу решили запустить такой дух немножко. Все будет, конечно, красиво, с фотографами, black tie, recommended, мы не будем, конечно, лютовать, как это делают канны, если кто-то придет в кедах, мы все равно пустим, но если вы хотите почувствовать себя немножко, 5 минут на красной ковровой дорожке и понять, как это, пожалуйста, приходите. И прям свободный вход. Нет, мы будем продавать билеты, билеты можно купить, позвонив по телефону ко мне, к моему мужу, все эти телефоны можно найти, набрав синагогу Юрмала Бейт-Исраэль в Google, вход по билетам, там у нас порядка 300 мест посадочных, это большой зал, это кинозал, то есть это действительно такая кинопремьера. И этот фильм, его дальнейшая судьба, то есть он же может быть презентационным материалом Юрмала. В том числе, конечно, там очень много красивых съемок с коптера, там красивая Юрмала, и мы рассказываем как раз про то, что можно вот приехать и все это увидеть собственными глазами. Фильм переводится на латышский, на иврит, на английский, мы планируем с 9 каналом в Израиле договориться о том, чтобы его там показать, естественно. Есть также фестивали в Америке, которым будет интересно документального кино у себя показать этот фильм. Уже приезжает к нам через 2 недели группа туристов из Нью-Йорка, 20 человек, они не будут 31-го, они уедут раньше, но они узнали про фильм, попросили сделать им отдельный показ, вот, и мы, конечно, его покажем там. Это будет YouTube в дальнейшем на 4 языках, поэтому аудитория, ну да, она многоязычная, интернациональная. И мы будем рекламировать нашу любимую Юрмалу как место встречи всех евреев, и не только. То есть для судьбы Юрмалы, в принципе, вот в этот высокий сезон, это может стать большим подспорьем, учитывая, ну, прямо скажем, то, что российский турист долгое время, скорее всего, у нас не появится, и раньше то, что кормила юрмальчан, в принципе, может сейчас стать как раз таки вот это. Ну, если я не ошибаюсь, этот вот раньше, что кормила, оно не только с 2022 годом связано, да, это как бы уже такая яма образовалась довольно давно, вообще никак не связано, конечно, естественно, потому что людей много везде, люди приезжают сюда летом, им действительно не хватает достаточного какого-то предложенного культурного, культурной афиши, какого-то плана, да, и вот мы готовы со своей стороны и придумывать фестивали различные, музыкальные, и готовы сотрудничать с Израилем и привозить сюда какие-то интересные, может быть, тоже выставки музыкальные, не только фестивали документальные, то есть мы, конечно, планируем, когда этот центр будет построен, заранее планировать большой-большой план работы на лето со всеми нашими уже мероприятиями. Ну, мы ставим себе сроки где-то в течение пяти лет это сделать, да. И опять-таки, я понимаю, что речь идет ведь не только о том, что это замкнутая еврейская община, опять-таки, это могут быть абсолютно люди не связанные. Безусловно. Поэтому просто будет интересно узнать что-то новое, интересное. Да-да-да, например, вот у нас в синагоге будет сейчас выставка фотографий из Шауляя, автор которых женщина-фотограф, это начало прошлого века, что было не характерно вообще, да, для того времени. И она не только первый фотограф в Шауляе, да, она еще снимала свои фотографии в репортажном стиле, что тоже вообще ломало все там какие-то представления о том, как должна выглядеть фотография. Вот. У нас есть эти снимки, и мы их расставляем в синагоге, и это как бы часть общей культуры, это не только связано вообще там с религией, с иудаизмом, и даже с традицией не связано, да. Ну вот. Потом она уехала в Израиль в 30-х годах, там открыла свое фотоателье, еще долго там проработала. Ну, такое мероприятие, мне кажется, может быть интересно вообще разной аудитории. У нас сейчас будет лекция тоже связанная с английской поэзией. И поэт писал очень много о Холокосте, у нас один из членов нашей общины, он переводчик с английского и очень известный, Борис Оранштейн. Вот он придет и тоже расскажет нам про какие-то особенности перевода и про поэтический путь этого художника, слова, да. Вот, пожалуйста, тоже это может быть интересно абсолютно всем. И мы не проверяем на входе вашу принадлежность, ни к какой бы то ни было конфессии, вот, и не просим дать никаких клятв, да, с вас. И паспорта тоже не забираем, так что наши двери открыты. Места пока мало, но в перспективе мы планируем его увеличить. Желаем успехов и развития. Спасибо большое. Спасибо большое, да, журналист, тарабанит и сооснователь еврейской общины Джурмала Зинаида Кутновский-Ляк сегодня была в нашей студии. Спасибо вам. Спасибо, Олег. До свидания. До свидания. Спасибо, Александр, хорошего дня. Радио Болтком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова